Вопрос первый ко всем, сразу же, чтобы снять его. Когда вас сюда привезли? 25-го. По всем проведи. Когда привезли? 25-го, 27-го, 22-го года. Всех так привезли? Да. Проведи по всем. Всех так провезли? Да. То есть вы здесь находите сколько? 4 дня. 4 дня. 5-й сегодня. Сегодня 5-й день. Вас должны были поменять уже несколько дней назад. Не меняю. Опять. В очередной раз Россия опять срывает аргент. Мы думаем, что, возможно, вчерашний взрыв в Еленовке, который, конечно же, сделали не украинцы, то есть сами не взяли и не удалили по своим пленным, как это рассказывают на российском телевидении. Мы думаем, что это связано как раз, то, что вас переносят, связано как раз с этим вот ударом по Еленовке. Потому что должны были отдать наших хлопцев, которые находятся там, но, наверное, они были уже просто в таком состоянии, довели уже просто там до такого состояния, что они не смогли их нам сюда выдать, потому что стало бы понятно, что их избивали и над ними издевались. Скорее всего, из-за этого им пришлось просто сделать то, что они сделали. Сейчас я называю фамилии, проверяем, кто готов на обмен. Полный список. Опять, снова зачитываю, да? Снова. Для россиян мы зачитываем, мы показываем этих людей, которых мы готовы дать на обмен, уже были 4 дня назад. И снова мы приехали сюда для того, чтобы сейчас зачитать этот список и еще раз показать вашим родственникам вас, да? Для того, чтобы вы там начинали у себя что-то по чуть-чуть постепенно как-то шевелиться, делать для того, чтобы их забрали. Потому что нам нужно наших забрать домой. Поехали. Зунгарев Ачир Олегович. Я. Число месяца с утверждением. 17 декабря 1984. Звание? Капитан. Ачир Олегович. Я. Что вы здесь делаете? Прибыл. Куда прибыл? На территории Украины. Да. У меня задача. Какую? Мне надо было забрать военнослужащих и убыть к себе домой. Ну, на территории России. Забрал? Да, но не получилось. Попал под обстрел. Поэтому здесь нахожусь. Сколько находились вы на территории Украины? С 6 марта в плену. С 6 марта в плену? Да. А зашли на территорию Украины? 3 или 2 марта. Марта? Да. То есть всего 3 дня? Да. Как вас зовут? Григорий Юрьевич. Касаточкин Григорий Юрьевич. Следующий. Звание должности и возраст не нужно. 20.06.81. Звание лейтенанта. Вы что делаете в Украине? Я мобилизованный с Луганска. Я местный. Вы хотели воевать? Нет. Не хотели. А что пошли? Мобилизовали. Принудительно. Следующий. Кошин Александр Владимирович. 17.03.1984 года рождения. Звание младший лейтенант. Мобилизирован. Тоже из УДЛО? С ДНР. С Донецка. Следующий. Гайдарев Александр Викторович. 01.07.1977 года рождения. Попал в Клин 18.06.22 года. Родовой. Откуда вы? В Донецке. Думаев. Доржой Боевич. Число месяцев рождения? 23.11.2000. Откуда вы? С Забайкальского края. Чеченская область. Еще раз. Забайкальский край. Чеченская область. Вы здесь что забыли? Отправили. У нас поначалу учения были. Какого числа вы зашли в Украину? 24 февраля. 24 февраля? В плен когда попали? 6 июня. Ого. Сколько людей убили? Насколько. Издевались над тем? Не издевался. То есть вы что сюда пришли? Цветочки посадить или что? Никак нет. А чем вы занимались? Мы стояли на обороне. А в обороне чего? У нас был приказ не допустить порыва со стороны Кривого Рога. А что вы делаете в Кривом Роге? Не сдали в обороне. Вы оккупант? Вопрос. Вы оккупант? Получается так. А вот это мы можем человеку спросить? Вы оккупанты или нет? Нет. Я не оккупант. У меня задача была прибыть за военнослужащим, забрать и... А что вы делали на территории чужого государства с оружием в руках, забирая чужих военнослужащих чужого государства, если вы не оккупанты? Вы думаете там у себя, что можно заезжать по Украине, кататься и делать все, что вы считаете нужным? Нет, конечно. Так кто вы? Да, получается оккупант. А, все-таки получается оккупант. То это надо с вами беседы такие проводить, да, чтобы до вас доходило? Вы вообще не понимаете, что Украина это независимое государство? Конечно. Или вы сюда ездите в этот самый? Я не понимаю. Покататься сюда ездите. Вам нечего здесь делать, вы понять этого не можете. Вот просто вам здесь нечего делать. Идите домой к себе, живите у себя там в ваших областях. Русские. Махлаев Вадим Александрович. Вы русский? Вы русский? Я калмык. Калмык. А вы русский? Нет, бурят. Бурят? Вот ребята из Урдло. Вот вас приехали защищать. Видите? Русский мир приехали защищать. Калмык и бурят. То есть наоборот. Калмык и бурят. Вас это не смущает такая история, а? Как-то это немного странно. Махлаев Вадим Александрович. 25 декабря 1993 года. Так, тут не все сразу хочу сказать. Не все по списку. Некоторые тоже с травмами серьезными. Неходящие. К ним, наверное, зайдем отдельно. Вы откуда? В Луганской области. Звание? Рядовой. Мобилизованный. Тоже хотели сильно воевать? Нет. Нет. Принудительная. Принудительная. 23. Сколько вам лет? 28. 28. Молодой человек 28 лет. С Луганской области, да? Да. А вот молодой человек откуда? Из Бурятии, да? Вот вы приехали его защищать, получается, да? Вы его просили защищать, вас приезжали? Нет. Странная история, как-то, да, получается? Вам вообще не кажется, что Россия просто тупо вторгается нагло, подло, на чужие территории и просто убивает людей? Нет, я не знаю. Не кажется? А если бы вы не выжили? Задумайтесь. Морозов Данил Николаевич, 11-го года рождения, 13-го года. Прибыл из Ленинградской области, город Киришин. Ленинградская область? Под Питером. Вы оккупант? Да. Чем вы отличаетесь от нацистов или от солдат гитлеровской Германии? Поставленные задачи были, в принципе, те же самые. У нас задача была захват и оборона. То есть, как бы, если посмотреть, что делают россияне в Украине, я считаю, что это фашизм. Прямо, прям, как будто подготовлен. Сказал бы красив, чуть ли не с вами общались, представьте. Нагорный Максим Николаевич, 23 октября 80-го года. Город Краснодон, Луганская область, мобилизованный. Попал в плен 19 марта в городе Рубежном. Учился во Львове, языковой проблемы не видел? Никак нет. А, что, он же тоже майор? Не, он учился же во Львове, но мы же с ним общались. У нас уже опубликовано. Анченко Андрей Владимирович, 23-08-1990. Город Ролчевского. Контрактник. Контрактник. То есть, вы идейно защищались? Не сказал бы, что идейно. Ну, а что же вы контракт подписали? Денеги надо добавить, что ли? Ну, жить на что-то надо. То есть, вас поставили в такие условия, что вам больше делать нечего, как только идти воевать. Получается так. Хорошая, вы защитили их, ребята. Да, вы защитили жителей Урдло. У них теперь такая жизнь, что им больше делать нечего. Вот этого молодого человека освободили от глаз. Почти. У него был глаз, у него все было хорошо в жизни. Вы пришли его освобождать, освободили его от глаз. Пописьмите. Ну, у него не выходил. Нет, он. Не знаете. Не знаю. Сколько вам лет? 27. Освободили. Товарищ Буряк, вы освободили тоже человека от глаза. Он жил себе спокойно. Где вы жили? В каком городе? В городе Стахана. В городе Стахана. Я вам жил в Луганске. А Россия туда пришла, довожу до вашего ведомости, вы не в курсе в руках. В 2014 году. Видели вы там, не видели. Я вам могу эти все видео показать. Они туда заходят и оккупируют эту территорию. Только это было неофициально. Но, если бы они туда не пришли, у этих людей все было в порядке. Понимаете? В порядке. Россия просто сунет свой нос, куда им не надо. Поторочен Алексей Вячеславович. 3 января 1981 года. Звание должности откуда? Старший сержант. Родился в Удмуртской республике. Удмуртская республика? По-моему, мы общались, да? Общались. Что же вы кого-то тут хотели, кого-то защитить? Нет. А что вы сюда пришли? Тоже трудное положение сначала было. Не думал, что война была как работать там. За деньги пришли убивать? Не убивать. Убивать, убивать. Слушайте, я вам сейчас покажу пару видео, да? Какие вы здесь и какие вы там. Что вы говорите здесь нам и какие вы делаете вещи, когда вы там по ту сторону. Все не пришли убивать. Что же вы сюда пришли? А кто же убивает тогда? Удмуртская республика. Сколько это от Украины? Мы мерили по карте когда-нибудь? Сколько там? 3000 километров? 5000 километров? Сколько? Хрен долетишь, не то, что доедешь. Сколько километров? От Москвы 1000 километров. От Москвы 1000 километров? А вы сколько километров вот? Например, где-то 8 тысяч. 8 тысяч? 8 тысяч километров? Может меньше. Может меньше. Вы приехали через полмира освобождать его над глаза, освободили? Не кажется вам чуть-чуть? Я считаю русский язык. Что вы Японию не пошли освобождать? Или США, там ближе? Филонич Сергей Михайлович. 1970 года рождения. 29-го, 29-го. Городонецк, мобилизованный. Вы оккупант или нет? Получается, да. Что значит получается? Вы все находящие себя там в Удмуртии, в Урятии, в Калмытии. Вы все сидите и не понимаете, что когда вы идете в другую страну, вы становитесь оккупантами и по сути нацистами или что? Фашистами, нацистами, расистами. Вы не понимаете этого? Ну серьезно. Вот молодой человек, он же нормально ответил. Вы же не понимали этого дома, когда вы находились? Дома нет. Почему? Потому что была пропаганда и по телевизору показывали совершенно другое. Когда уже попали в Украину. Что по телевизору показывали? В двух словах. Как проходят парады с фашистскими флагами, формами. Как дети кидают, ну, зигуют и кричат слава Гитлеру. Во время бомбежки Мариуполя и Харькова нам показывали прямой эфир, то что у вас в городе ничего не происходит. И специально писали то, что по мирным не ведется конкурс. А вы уже сейчас понимаете, что происходит? Сейчас, да. Моих детей защитить от меня вы пришли или что, я не пойму. Нет, получается, что думали, что здесь находится именно фашистская какая-то организация, которая терроризирует Украину. То есть вам, типа, плевать было, что у нас есть вооруженные силы, президент, вертикаль власти, конституция. Множество, огромное количество населения. Не настолько уж меньше, между прочим, чем у вас. Это территория у вас настолько больше. А вот по населению у вас что-то не так много. Видимо, демографический кризис, что-то не очень много людей дождается. Потому что для такой территории, как у вас, сколько их там? Что-то около 140 миллионов. Примерно, да. Россия. А Украина около 40 миллионов. Поглядьте вам разницу на карте между Украиной. Это будет примерно вот так и вот так. Четверть мира. И этот четверть мира у вас заселена 140 миллионами людей. А знаете, почему у вас люди хреново рождаются? Наверное, потому что у вас жить не очень хорошо. И, наверное, потому что у вас свои проблемы есть. А вы смотрите по какие-то нацистские марши в Украине и какую-то херотень еще прочую. А давайте так. В конце концов. А какая вам разница вообще, что в Украине? У меня не было вообще никакой разницы. Я выполнял приказ, который был поставлен. Я контрактник. То есть мы идем пропаганда. Вроде пропаганда. А в результате вообще не было никакой разницы. Просто еще раз бы пошел ухо. Нет. Дальше. Швидко, Денис Васильевич. 1987-25-11. Рядовой. ЛНР. Общались. Да, общались. Но ЛНР что-то какие-то есть? Шунько, Ярослав Андреевич. 23-12-73-го. Мобилизируемый ЛНР. Общались. Ярюминка Данил Владимирович. 1-98-й ЛНР. Яворский Борис Ильинидович. 9-й, 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 6-й, 5-й. Мобилизированный. Ядовой. Тоже в Урдовом? Да. Донецк. Покажи ребятам. Ребятушкам покажи. Что вообще разделывали с нашим военным. Вот туда начинаем показывать. Селедовки? Нет. Нет, не Селедовки. Сеть выпала видео. Как некие российские военные. Дело-то специально опубликовали. Скучкуйтесь. Я думаю, что нет. Нет, мне показывать не надо. Смотрите, смотрите. Внимается, я посмотрю. Ближе подходите. Это не постанова. Вы не отворачиваетесь. Смотрите. Вам же там рассказывают, что украинцы кастрируют кого-то. Вам же там по телевизору рассказывают эту чепуху. Хоть одно, хоть один намек на это кто-то показал. Нет. А вот ваш урод режет, отрезает те самые органы нашему военному. Живому. Смотрите. Вам хорошо видно там задний вариант? Подойдите ближе, посмотрите. Я бы вам его сутками крутил только видом. Я бы вам его суток. не вы смотрите посмотрите вам же там рассказывают что украинцы тут нации вот смотрите уже установлен кто это что это за человек мы сейчас вам все это покажем второй ключ аршанова виталия возможно знаете или не знаете арашанова виталия не знаете такого он просто делал и там еще трое с ним держали вот что с ним делали в конце что-то все взгляд пропускали в отличие от тех видео которые вам крутят у вас здесь понятно кто это установлена личность данные его не только уже одного а нескольких из них и понятно кто это и что они конкретно сделали в отличие от тех видео которые крутят вам там по вашему блог что украинцы якобы кого-то сожгли постановочная какая-то херня вот сюжет из рия новости то есть где четко видно этого человека как видео кто-то товарищ капитан прокомментирует ужасно бесчеловечный чё такое молодой счет ну вот марок развалит шло хреновато а мы его со вчерашнего дня смотрим это видео везде знаете с кучей кусочков они же еще сначала опубликуют один кусочек потом второй кусочек потом все видео будто бы наслаждаются этим с кем мы вообще бою и мы понять не можем что это за война такая что за люди там такие вадим мы что-то хотим показать его и говорит не дайте я тесно иду вы общаетесь расскажи пока за да почему вы здесь и почему мы здесь мы хотим добиться такого же эффекта как был прошлый раз потому что расширцы опять срывают обмены еще раз говорю вчера был нанесен удар по евреновке сколько там погибло пятьдесят семь человек погибло наших наших людей которые находились там в плену еще семьдесят семьдесят пять помимо еще семьдесят пять ранее и у нас один вопрос возникает во первых вас всех сюда привезли из тыла на этот момент то что вы здесь находитесь четыре дня фактически на ноле это не не наша вина потому что вас сюда привезли специально для того чтобы обменять обменять вас должны были в первый же день иначе было сюда не свозили а еленовка в которой содержатся наши вы должны знать мне кажется или кто-нибудь из вас должен знать она находится практически на линии соприкосновения практически на линии соприкосновения а по женевской конвенции пленные должны содержаться в самом глубоком тылу а еленовка на линии соприкосновения а сейчас россияне рассказывают о том что это мы сами ударили хаймарсом по своим мы можем показать видео с этой барышней которая более того не понятно как из всех пострадав не пострадали только сотрудники сизо как и получилось вы все содержитесь на разных на лагере а может мне кто-нибудь объяснить это у сотрудницы сизо взяли комментарии сразу по горячему и даже додумались его опубликовать может мне кто это объяснить как так получилось что более 120 человек или погибли или получили ранения все они пленные и не пострадал при этом ни один сотрудник сизо или лагеря как так может быть вот они не стесняются это публиковать более 120 человек погибло или получили там обожженные тела мы вам уже этого не показывать сейчас мы можем показать если хотите ни один сотрудник колонии не пострадал как так может быть я вам скажу как так может быть если они сами знали когда ударить и знали куда ударить и более того за два дня их всех туда свезли именно в этот барак а это все установленные факты то тогда мог конечно ни один сотрудник не пострадать потому что они знали куда били четко знали зачем еще раз говорю ваш обмен возможно затягивается и затягивался конкретно до этого удара по еленовке а дальше сейчас что будет мы вообще не знаем не знаю что еще дима я что еще к вам 18 еще будут довезены люди готовится следующий обмен то есть ваш обмен затягивается но готовится по ходу еще и следующий то есть еще сюда будут довезены будет довезено еще 45 человек но цель этого видео чтобы ваши мы его сегодня опубликуем чтобы ваши схватили это видео и побежали выносить мозг вашим там расшистом в принципе как мы в прошлый раз в прошлый раз это сработало просто в прошлый раз ваше ваше начали говорить что вот реальный список вот конкретные люди которые должны поменять отдайте украинцев и отдайте нам наших людей все больше у нас не будет цели нет отдать вас туда вы нам не нужны дети слушайте свою пропаганду там живите там не знаю что хотите делать нам надо своих людей забрать нам надо чтобы ваши пошли и заставили ваших военных начальников отдать нам наших людей в целости и сохранности так же как вы здесь все находитесь живы и здоровы потому что несмотря ни на что и несмотря на все это поведение а это видео я вам пожалуй еще раз поставлю на бис посмотреть вы прочувствовали несмотря на это все мы остаемся цивилизованными людьми и мы проводим все согласно всем международным нормам потому что если мы этого делать не будем то мы получается будем такие как такие как вы и вашими товарищ капитан прокомментируйте удар по еленовке вы как старший тут среди всех что именно могли ли мы сами ударить по своим конечно не могли нет это однозначно что что это не свои не на сене на сельку да вы видели здесь фашистов на чем не даже и еще так ударили чтоб не один из сотрудников фашистов у него нацистов нацистов я на с 6 марта нахожусь здесь я еще ни одного из этих перечисленных людей не видел а я 40 лет здесь живу и не видел видео про кастрацию нашего военнослужащего прокомментируйте на это ужасно бесчеловечное у меня слов нет просто нет слов это по-моему бурят да прочитай данные порошана виталий валерий дата рождение 21 02 1983 номер телефона не буду я серия паспорта а из россии республика калмыкия ваш земляк да это же вы же покажите покажи может вы знаете его нет не не сюда сюда не ну так вы даже не присмотрелись да там только глаза его видать а вот здесь здесь не только глаза видать нет не знаю не знаю с ним еще несколько человек все уже установлены ваш земляк еще раз все что вам рассказывают про нас плохого про украинцев все это есть у вас и частные военные компании читай наемники и те самые нацисты и зигующие и статуировками бегающие и вообще все абсолютно что чем вас пугают про украину есть у вас сайте в чем разница вы к нам пришли вы к нам пришли а не мы к вам вам повезло что вы выжили что я могу сказать повезло попали в цивилизованный плен с цивилизованным людям ждете обмена что с нашими происходит покажи еще видео с елена покажи еще видео с елена а вот наверно уцелевшие сотрудники сезон да вот сотрудники сезон раз и появились все нормально все там работают но никто не пострадал представляете как мы хитро сами по своим ударили все знали наперед как будет более того из перехвата есть разговор где четкого двое жителей днр обсуждать то что взрыв произошел изнутри почему а не был прилет хаймарсом как утверждает российский придет хаймарсом они доказывают тем что они собрали ржавые осколки от хаймарса принесли разложили на лапочку лет смотрите вот это вот они уже поржаветь успели те осколки которые они показывают за какое количество дней может поржаветь осколок сняла ну вот собственно то чем они доказывают что это удар хаймарса можете посмотреть эти охрененные доказательства какие-то черепки лежат почему-то ржавы я обращаюсь к россиянам к родственникам многие за зло идите вот вот ваши люди в очередной раз мы говорим вот ваши люди по меньшей мере четыре дня они здесь уже находятся ждут обмену обмен снова срывается смысл сейчас в том чтобы вы не шли и говорили вот наши люди заберите их домой и отдайте нам наших украинцев вместо них потому что этот обмен тоже был уже утром не менее чем пять дней назад к нам какие-то вопросы пожелания мы сейчас хотим пообщаться покажи им еще один раз чтобы они запомнили потому что все российские паблики заполнены тем что у нас якобы здесь пленных кастрируют но это обсуждение что мы якобы ловим российских пленных и кастрируют это они себе так придумали а покажи что происходит на самом деле есть среди вас кто-то может запомнить кто-то кастрировали нет нет запоминайте посмотрите внимательно можете не замазать на нем где вы сюда идите замазать хоть немного при этом я спасибо что есть и Я смотрю в глаза, половину опустила. Что такое, ребята? Это же те, с кем вы воюете вместе. Это же ваши сотоварищи. Или те, кто пришли вас защищать. Я уже не знаю, как вы к этому обращались. Или те, с кем вы вместе пришли защищать. Земля. А вы такой капитан, знаете, хоть грань и приложите. Вы хороший, никогда бы такого не сделал. А вот что вы делаете, когда вы там. Когда вы с той стороны. Есть видео, где человек этот светит сценария новости. В сюжете. Как они в Северодонецк попали. Якобы с 17 года в Северодонецке готовились базы НАТО и прочее. А, да. Базы НАТО готовились. Что же они за 8 лет у нас нигде никак не подготовились, ребята? Что такое? Так, один вопрос. По сути. Кто-то с нами общаться будет или нет? Чтобы мы понимали, тратить время или не тратить. То есть кто с нами, кто знает, кто мы, тот знает, что мы журналисты. Есть возможность позвонить домой, дать нам интервью. Чтобы мы понимали, как сейчас с администрацией разговаривают. Есть желающие? Если есть, то поднимите. Кто-то не общался, понятно. Кто-то не общался. Вы, товарищ капитан. Не желаете вообще пообщаться? Ничего. Рассказать просто бусы, как не. Все произошло. Домой позвонить, передать привет землякам, сказать, что видео посмотрел. Видео отправили, может, посмотрите. Какие вы хорошие ребята. Ну ладно, с одним он и пообщаемся. Все. Больше никто реально домой не хочет позвонить. Мы даем домой позвонить. Какие на видео будут? Да, конечно, на видео. А как же? На меру. Таксофон что ли? Помог cartон. На видео. При этом. Помог�리 в mojeя. Помоги на да. Помоги. Помог Frankfurt уют там. Напивка обра. Помогла. Исп drukты. Помогла помагаю.